Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 494. Да что у нас здесь? Получается 21. Опять неправильно здесь. На день упустил я. Как это так получается, не знаю. Уходит 495 тогда. Вот так. События дня. Эпиграф. 1 Коринфянам 15.13 Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. 20.04.2017 год Я вчера, ну я тут все-таки имею свободное время больше, чем другие, просмотрел несколько роликов. Выступает Олег Щербанюк. Я с ним не знаком, посмотрел, где очень много хорошего говорит. На него нападают тоже. И он разбирает мытарство Александра. Откровение. Вот этот Александр мне уже давно говорят. А вы послушайте, вы послушайте. Несколько месяцев. Что интересно, на каком уровне? Вот Господь делает это. Я свои чувства говорю. Я говорю, а какой это Александр? Кто он? Я знаю один. Если подписывается Александр, христианин, это не православный. Это еретик. Именем христианин он прикрывает свою ересь. Даже именем христианин. То есть он обязательно не православный. Православный всегда скажет, православный христианин. Он скажет христианин и прояснит, что православный. А это скрывается. Я говорю, ну кто он такой? Ну вот он обмирал. Он там видел, он что знает. Он там священников обличает. Меня это нисколько не тронуло. Внутреннее, как преграда какая. Нехорошее дело, время тратить не надо. Обман. Но настаивают, ну посмотрите, ну почитайте. Я стал смотреть. Скрывается, лица нету. Говорит за кадром. И сразу, за каждое слово я ручаюсь. Бог свидетель. Ох, вот это да. За каждое слово. Тогда Бог меня пусть накажет или убьет. Там что-то такое. Я отшатнулся. Скорее закрыл и не стал смотреть. Иначе Бог его убьет. И вот этим ролик, он большой ролик. Большой, три с лишним часа. И занимал, вот он не священник, Щербанюк. Он был на Украине, а сейчас вроде в России. Так тоже немного о нем узнал. Мытарство Александра. Откровение. И он пишет, разоблачение. Вот зарядите. Олег Щербанюк, мытарство Александра. Он разбирает, на какой минуте, на каком часе, на какой секунде. Что он говорил и что не сходится. Ну у нас тут, показываем, как это, в какой, что-то книги его и найдешь. Вот. Это обман. Как говорится, жулик. Щербанюк, по-простому сказать. Я говорю о том Александре. А Щербанюк размотал его по всем местам. Показывает. Он говорит, то молодой, 18 лет, то уже зрелый. На себе, то ли он говорил с похмелья, или кто этот Александр. И при том, интервью-то одно идет. А он там обмирал на несколько секунд или минут только было. И все. Зачем? Тем более о мытарствах говорить. Ничего не сходится. Мытарство у нас есть. Житие Василия Нового и там Феодора Цареградская. Для православных это всегда было, ну, как застолблена тема уже. У католиков свое есть. Да и зачем это нужно? Умрешь, узнаешь. Я вот послушал его трактовки, как он объясняет. Хорошо, мне понравилось Щербанюка. Ну, я маленько там скинул. Он тоже там против этой книги Еноха говорит, рассказывает. А сусанна подбрасывает тема-то. И люди жуют и глотают. Вот этим Александром они. И, наконец, все, лопнет и ничего нигде нет. Гнойный пузырь. И вот один пишет мне. Вопросы изучения Библии. Михаил. Доброго времени суток, Игнатий Тихонович. Меня зовут Михаил. Я из Белоруссии. Из города Минска. Мне 26 лет. Я стал верующим примерно два года назад. Крещен с детства в православной церкви. Я относительно недавно начал смотреть ваши ролики и читать некоторые ваши материалы о православии и вере. Меня очень сильно удивили ваши познания. Тот объем трудов и работы, которые вы успели сделать на нынешний день. Мой вопрос заключается в следующем. Какие методы и какое количество времени в день вы рекомендуете уделять на изучение священного писания для уверенного в нем ориентирования и сознательно понимания написанного? То есть, чтобы не бегать и мекать. Когда человек спрашивает о чем-то, а уверенно давать ответ. Благодарю. Вот я такой вопрос никогда не задавал никому. Сколько времени? Ну, это интересно просто. Когда в руки мне попала Библия, то есть, я зашел к людям, которые дали Евангелие, потом Библию. У меня своя стала Библия. В Латвии было. Сколько я отдавал? Я ушел с корабля, пошел работать на стройку и заходил, нашел верующих, которые рядом живут, чтобы заходить можно было во время обеда. У них ребятишки были, я никого не видел. И даже забыл, Лидия, кажется, ее было звать. И она, хозяйка, спрашивала, а вы обедали? Обедали. Я как будто в просоне. Даже не знаю, обедал или нет. Мне весь, все погасло. Я занимался Библией. И помню, вот суббота-воскресенье, выходные, так я ушел в субботу, взял Библию и ушел в лес. А там как-то холмами так идет, распадок такой. И ушел далеко, чтобы никто мне не мешал. Вот какая была любовь. И просмотрел, вижу, темняется. Э, я могу заблудиться. Я не стал тогда. Примеры направления-то знаю. Без дороги просто так ушел. Я залез на дерево, как сейчас помню. Видимо, береза была. Ветки там скрутил, сделал гнездо, как шимпанзей. Дерево обнял или привязался. И там с Библией в руках ночь ночевал. Утром, ну, как там ночевал, там холодновато было-то. Туман в распадке. И так осталось на всю жизнь. И я там с Библией один на березе. У кого такое было? Понимаете, это фильм. Почему? Я не думал ни о чем. Мне главное быть одному и выиграть время. На ходьбу, чтобы не отдать время. Я отвечаю ему. Вопрос к вам. Сколько нужно времени для учебы отдавать ежедневно, чтобы закончить университет с отличием? Ну да. Тут все зависит от благословения Божия. От святости жизни. От ревности в труде. От природных, от Бога дарований наследственных. Видите, как все много. Это все надо. И поэтому заранее тебе назначат вот то считать. Ну я тебе скажу, как у меня было. Примерно я 10 часов отдавал на Библию. Ну ты же этого не будешь делать. Ну сам смотри. Если любовь есть, будешь считать. Ну меньше часа-то уж никак нельзя. Это предельная планка, из-за которой вынырнешь уже на той стороне, где безбожники. Так. Есть и такие, кто проходит эти науки за один год и чуть раньше. Понятно как. Университет за год. Ну а кто такой? Веденский. Это родоначальники живой церкви в России были. Морозов. Одновременно сразу сдал экзамены. Полный курс. В три университета. За курс. Закончил. Вот какие есть люди. Вот Елизаров, Костник. Над ним смеялись. Он поздно пошел в школу. И смеялись. Учитель тоже как бы подыгрывал. А сколько? Что больше будет весить? Килограмм железа или килограмм ватты? И все кричат, железо, железо. И смеялись над ним. У тебя что-то не было? Читайте, читайте. Ну вот, говорит, прошло время, смеяться перестали. Он начал заканчивать три класса в один год. Ну было это и с Ломоносовым. Но обычно все пять лет по восемь часов в день. Ну обычно, вот обычно так. Сами себе изберите график и маршрутку напишите. Куда будут торопить стежку в ваши ступни? Да. Лично я давал первый лет пять-семь, не менее, как по семь-десять часов в день. Тут главная любовь, любознательность и твердость намерения. Когда тебе все к месту, к мозгам и к пищеварению, к бодрствованию и ко сну. Меня никак это не повредило, и все как-то так было. Я сразу подумал, работу надо менять, а я строительный техникум закончил до армии, прорабом был. Нет. Я должен так избрать работу, чтобы были у меня и деньги, и в то же время голова была не занята. Я работаю, я строительство, строгаю, там вставляю, стеклю, печь делаю, а все время размышляю о том, что я просчитал. И мне примерно 90 с лишним процентов больше Бог открыл, не зная толкования святых отцов. Просто открыл и все. И когда дальше я начал читать Длатоуст, то у меня все это было готово, как будто я прошел школу. Вот этого Александра. Я его не знаю, не считал, а уже Господь открыл. Открыл мне, кто он такой? Как это будет? Понятия не имею. Но уже настороженность. Вот и книга Енох. Страничку такая просчитал и сразу бросил. Я понял, ядовитая приманка от сатаны. А человек, который служит лукавому, верующий, крещеный, он не понимает, он глотает и глотает все. Всякую ложь хватает. Мне пишет один. Так, Роман Малыш пишет. И познал. Как раз об этом речь вот и зашла. Что я им послал, места выписал, где говорится о том, что Сыны Божьи это люди. О людях говорится. И весь Израиль называется Сыны Божьи. Ну и там Каиниты эти, которым дети, потомки Сифа, Сиф, это сын Адама, и на Каиновых отростках женились. А он мне пишет. И познал Каин жену свою. И она родила Еноха. И построил он город и назвал город по имени сына своего Енох. То есть, вы говорите против книги Еноха, а Енох то смотри, Енох прямо от Каина, от убийцы, который Авеля убил. Дальше. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Михиаеля. Михиаель родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. Исходя из этих стихов, Енох был Каинитом. Видишь как? Как нечестивого Каинита Бог взял на небо. И нечестивого в кавычках, то есть, он не признает его, что он нечестивый. И в конце времен пошлет обличать Антихриста. Первый из книги. Теперь из книги Еноха, он делает выдержку. Выдержку пишет. Так. Слова благословения Еноха, которыми он благословил избранных и праведных, которые будут жить в день скорби, когда все злые и нечестивые будут отвержены. Второе. И отвечал и сказал Енох, праведный муж, которому были открыты Богом очи, что он видел на небесах святое видение. Кавычки открыты. Вот Павел говорит, на небе что видел, нельзя передать. Уже никак не сходится. Не видел глаз, не слышал уха, а это все ему так кавычки открыты. Его показали мне ангелы, и от них я слышал все и уразумел, что видел, но не для этого рода, а для родов отдаленных, которые явятся. Третье. Об избранных говорил я, и об них беседовал со святым и великим, с Богом мира, который выйдет из своего жилища. Это так, между прочим, на меня, дуракам, не надо тратить свое драгоценное время. Это он приписку делает и мне пишет, о себе. Я ему отвечаю. Игла. Енох был не один, а несколько енохов. Это первое. Бытие 5.21. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом и не стало его, потому что Бог взял его. Родословное нашего спасителя Христа говорит о том, что в родословной Иисуса не было Каина, убившего брата своего Авеля. Родословное Иисус идет только от Сифа, сына Адамы. Каинова племя все погибло в водах потопа. Никаких Каиновых отростков нет на земле после потопа. Каинан это вовсе не Каин. И дальше я считаю. Лука 3.34. Иаковлев, то есть Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Все, Каина нигде нету. А-то Каинан. Дальше. Сынами Божьими названы именно сыны Сифа, а дочерьми человеческими праправнушки протоубийцы Каина. И это развращение было перед потопом, когда Еноха уже не было на земле. Ботие 6, 2. Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Церковь отвергла эту лживую басню, названную книгой Еноха. Там все абсурдно и лживо. Бесплотные ангелы не могут жениться на дочерях из плоти и крови. Это абсурд. Как и говорит о том святитель Иоанн Златоуст. И воплотиться демоны или ангелы не могут. Эта мысль как кощувственная была отвергнута Церковью Христовой. Воплощение было только один раз и только Сыном Божьим. Книга себе подложная ересь на ересе. Пустопорожний вымысел Апокриф Колоссянам 2.18 Никто да не обращает вас самовольным смиренно мудрием и служением ангелов вторгаясь в то чего не видел безрассудно надбиваясь плотским своим умом. А тут ангелы были женились это падшие ангелы или какие но они духовные как они могут жениться у него плоти нету ничего нету дальше Это соитие было перед самым потопом и ради них этот потоп и был Книга Еноха полностью противоречит написанному в полной Святой Библии В ней не слово Божье а бред дьявола падшего Второй Фессалоникийцам 2.2 Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа ни от слова ни от послания как бы нами посланного будто уже наступает день Христов Вот так не спешить колебаться что будто бы от Бога эта книга Кто знает что Святая Библия от Бога да на небом тот никогда не сможет принять никакой подобной чепухи как книга Еноха Притча 30 стих 6 Не прибавляй к словам его чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом 2 Тимофей 3 Все Писание благодухновенно и полезно для научения для обличения для исправления для наставления в праведности 2 Петра 1.21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой но изрекали его святые божьи человеки будучи движимы духом святым Что интересно хватается за все Вот уже две тысячи лет Святая Библия канон установлены и сразу раз уже разглотнули А до этого было Евангелие от Иуды как бросились или начинают Исеи нашли там кумранские свитки И кто это делает у которых в душе нет ничего от священного писания и дух святой покинул их И такие люди живут духом лжи И какая бы ложь не появилась они мгновенно сглатывают это И вдруг Роман отвечает мне Прошу прощения Это не тот Енох Нет тот Ну вот Приятное известие благословит Господя Романа чтобы Бог избавил его от духа лжи Я ни о чем не говорю Не верь ты ты хочешь Это дух лжи И при том где бы что не было лживое вот этих людей они сразу его хватают И стервиков хорошие И слава там мальчик крошененникам говорит правду Ну все это глупость конечно Юрий Соболев Миром Игнатий Тихонович Христос воскрес Воистину воскрес Разъясните пожалуйста два следующих места И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам И тогда придет конец Матфея 24 14 Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахаии но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога так что нам ни о чем не нужно рассказывать Видишь как 1 Фессалоникийц 1 Два места как соедините Дальше Блаженный Феофилак Болгарский на 1 Фессалоникийц толкует кавычки открыто Слава вашей добродетели сделала то что проповедь стала известна всем и вы показали себя учителями всех Выражение пронеслось говорит как бы о трубе громко звучащей и слышимой на большое расстояние Отсюда вывод делает Выходит проповеданное Евангелие всем Вопрос Вопросительный восклицательный знак Или речь здесь идет лишь о вере Солунян Фессалоникийц Я слышал и такое толкование Святого Отца не назову но точно Учителю Церкви На это место которое толкуется так Матфея 24 14 Что? Придет конец Израилю и еврейский народ будет рассеян по земле И такое исполнилось ибо Евангелие было проповедано всей вселенной так и говорит на это место Святой Златоуст до 70-го года 70-го года и далее ссылка на 1-й Фессалоникийцам 1.8 Понимать во всем объеме си толкования или должно что-то уточнить здесь Отвечаю я ему Игнатий Лапкин Гипербола не сходит со страни Святой Библии и когда говорится много то нередко означает что все Не все а все откуда ты взял все? Все Все Много или все Я сразу привожу местописание Даниила 12.2 И многие спящих в прахе земли пробудятся одни для жизни вечной другие на вечное поругание и посрамление Ну понятно что на суде Божьем воскреснут все но их будет много и он просто говорит многие гиперболично И когда говорится всем то имеется в виду не вселенная не земной шар а ареал распространения данного известия В данном случае место остановки путешествующего апостола Павла где остались созданные им общины христиан Ни в нашей местности ни в Америке весть это не было известно еще долго долго И даже сегодня все еще есть места куда проповедь о воскресении Христовом и искупительной его жертве никто не слышал И многие нам скажут и сегодня Деяние 17.20 Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши посему хотим знать что это такое услышав воскресение мертвых одни насмехались а другие говорили об этом послушаем тебя в другое время вот две тысячи отложили лет и так Павел вышел из среды их и тогда Павел ходил вдруг наткнулся они где-то в Афинах вообще ничего не знают даже в столице как столичный город Юрий Соболев пишет благодарю сердечный Игнатий Тихонович за ответ поделюсь с близкими ибо при них озадачивался этим вопросом впрочем дерзаю думать что и еще кому будет полезен ваш ответ через виртуальное окно событий дня спаси Христос видите как вот эта переписка какая идет закрою на время пока она не на одного человека это события дня вчера я получил две открытки вот Христос воскрес видите какое вот это одна открытка вот она как выглядит это от кого сейчас я сначала покажу а потом ты начинаешь это Архимандрит Амвроси Иванова Архимандрит Амвроси а вот Игумен Кирилл Сахаров около храма Христа Спасителя метров там 250 прям вплотную с другой стороны канала он там служит Христос воскрес сестра проверяет а сейчас попрошу Никита прочитай вот это что пишет отец Кирилл Игумен вот оно какое поздравительное его немножко давайте засчитай Христос воскресе воистину воскресе дорогой Игнатий Тихоныч всенареченный и святый день сердечно приветствую вас разделяя радость со всеми кто исповедует имя Христова и с каждым кто готов принять в свое сердце радость пасхального приветствия воистину воскрес Христос с любовью о Христе воскрешем настоятель храма святителя Николы на Бересеневке Игумен Кирилл Сахаров и роспись и роспись его очень хорошие люди я знаю это он теперь член союза писателей отец Кирилл Сахаров когда я бываю у него он сразу меня там одевает в одежду отдельно я проповедую как она называется у него там стихарь или что вот теперь пишет они оба приезжали тут были у меня и в лагере приезжали он с группой приезжал даже отец Кирилл Хасахаров приезжал амроси неоднократно это все в книгах описано у меня в открытым оком при том написано так что сидели записывали когда беседовали люди были и на магнитофон а потом с магнитофона переписано Христос воскресе воистину воскресе дорогой господи Игнатий Тихонович в эти пасхальные дни радостным сердцем воскликнем Христос воскресе свершилось великое чудо из чудес воскрес спаситель мира перенесший голговские муки ради смертного земного существа человека спасая нас с вами нам дается Господом Иисусом Христом великая милость спасение и вечная радость важно чтобы в этой радости родилось желание неустанно исправлять свою греховную суть трудиться над собой подвижник благочестия афонский старец Иосиф Исихаст учит этому наше сердце кавычки открыты поскольку человек создан разумным и кротким то и исправляется он не сравненно лучше любовью и кротким обращением чем гневом и грубостью кавычки закрыты а преподобный Макарий Великий подсказывает как лучше поступать кавычки открыты человек я знаю что ты не умеешь молиться но даю тебе совет молись как можешь но молись часто со светлым Христовым воскресением светлой Пасхой Христовой Христос воскресе воистину воскресе с любовью о Господе воскресшем Игумене Веденского женского монастыря Мария Перепеча с сестрами проспись и основатель и духовник монастыря Архимандрит Амбросий Юрасов Амбросий подпись Пасха Христова 16 апреля 2017 год город Иваново Вот там отец Кирилл Сахаров Игумен Вот такие два Ну я обычно не говорю что там получил но тут ознакомиться с Пасхой полезно будет Как поздравлять Вот что интересно Поздравляют всегда меня а я их никогда Ну сразу люди которые услышат говорят да как же так да как можно Ну так писал уже когда было в начале а теперь понял что у них большой наплыв писем и не надо я не знаю тем более теперь данные все здесь в интернете и вот наши ресурсы это мой мир вот он мой мир сюда я перетаскиваю все и вот я еще не смотрел сколько вчера посещаемость была на нашем форуме вот 718 изменилась статистика почему-то кто-то помогает 315 тут прыгнуло и в два раза больше и так стоит и стоит на одном месте 700 с лишним каждый день а я 15 человек не вижу дома сижу это большой форум 1600 тем вот он как выглядит вот здесь вот если почти по этой бордовой чертой написано вот новое сообщение ткни на первую страницу и по ней вести дальше общий поиск не по темам а общий и ткни рамочка выйдет и заряди что тебе надо далее у нас очень большой православный видеоканал вот он какой очень большой очень 6900 примерно 6900 наших роликов это по пыли листам разложено здесь наших не чужих и вот что просмотров 6 миллионов 669 тысяч и прочее и 6770 подписчиков вот пока мы тут говорили вот я для примера сейчас ткну бывает заходят люди сквернослой это все кто-то новый зашел-то вот а считает это пользователь ну не поняли щан вип там это для меня никакой роли фотографии никакой нету вот эта игра какая-то очень красивая парнишка вот он считает чего он очень красивый считает деяния апостолов и считает видимо этот дестор у нас дробот и далее у нас идет большой ресурс так называют православный библейский сайт и самое ценное все что я показал во всем это все можно создать думаю на сегодня никто не создаст только одно никто я такое у меня такова уверенность что никто не ответит так на вопросы почему для этого надо очень хорошо знать библию это я отвечал в университетах вел занятия в школах во всех отделах милиции воинских частях три радиопрограммы и у меня ответ здесь на 4124 вопроса 4124 они в писанном виде в книгах а когда попросили это сделать а было сколько кто их считал может быть 10 тысяч потому что в 5 университетах было непрерывно ежедневно работа была на заводах на фабриках на всяких разных предприятиях дома моды даже и там проповедовал очень и очень востребовано было везде являлся библией были канал открытый она чуть не в 10 раз дешевле церковной была то есть по себестоимости доставали ну совсем дешевая новая завета евангелие и вот здесь я отвечаю отвечаю по 4 параметрам что об этом говорит библия что об этом говорят святые отцы что говорят жития святых и что говорят каноны церкви книги правил и плюс мировая история я ввел попутно еще тему мировое искусство по художника мира с картинами приходил ну и объяснял как Гюставо Доре там другие были авторы разные вот и теперь вот у нас идет эта Вера пятая разбита на 55 папок тем вот я сейчас и смотрю Вера сейчас мы о Вере говорим вот мы как раз будем сейчас выставлять здесь новые вопросы и отвечать придется Никита тебе рядышком вычитать вопрос 3813 эти вопросы под номерами я ни у кого этого не видел как но у меня так получилось и где это найти можно 26 том открытым оком это поэтический том в нем я указываю 300 поэтов России за 300 лет что сказали по какой теме по теме тут мне большую помощь оказал Евгений Евтушенко вот он умер 1 апреля ну совсем свеженький еще так нам показывали насколько отсталым был человек в старые времена в России и насколько духотворен целеустремлен новый создатель творец счастья можно ли в чем-то согласиться с этим утверждением и какие серьезные вопросы ответ у нас есть большие фотографии людей школьников учителей дореволюционных то есть у меня настолько много было дореволюционных большие ну сколько там сейчас я примерно скажу ну сантиметров 40 ширина или даже больше вон еще лежат фотографии и я сам ходил в музеи это там с руками готовы оторвать когда увидели это дело ой-ой-ой то есть податки делал в музее и у них там как старые писали люди перья и я им дарил еще это не мое все это божье господь мне это давал через кого-то там умерла одна за ней ухаживали и у ней она была директрисой когда-то пожилые люди и перьев не было где-то я выпросил у Любы Минаевой и целые крылышки дарил гусиных перьев представьте крылья и там как раз те перья большие которыми писали тогда ну просто я люблю что я в музее чтобы люди знали видели теперь так ответ у нас здесь большие фотографии людей школьников учителей дореволюционных даже один раз только взглянешь и сравнивать уже не будешь говорю только о нравственности самоодеяние сегодня только в театре могут так одеваться это у меня они сейчас есть но я не могу показывать это ну можно даже показать чуть-чуть сейчас подожди-ка я все простите пожалуйста ой-ой-ой как запутал падают бумаги это все у меня спрятано вот представьте сколько я их подарил во всех музеях где только можно было старался иди там наведи на меня вот посмотрите тут даже можно посмотреть это барнаульские фотографии видно или не видно хорошо видно видно видите какие люди какие с бородами все сидят священник посредине школьники а одни мальчики ни одной девочки нету как мусульмане вот посмотрел да я сейчас посмотрю сколько она полметра ширина и 37 примерно сантиметров ширина и длина больше полметра вот какие люди даже молодые все с бородками с бородками вот и еще тут много написано кто именно что а здесь женщины но среди женщин здесь два мужчины видимо кто-то из мужчин попечитель и священник сидит какие девочки посмотрите какие платья но уже без платков без платков все до одной без платков они не понимали что это уже революция ну а юбки то какие а сейчас она сидит если у нее юбку то вот это вот выше колена вот это все отрезать уже надо чтобы сегодняшнее получилось если одна бы из них такая была чтобы она сидит у нее трусы и все видать но они бы в обморок упали видите какие девочки все как одеты грудь закрыта рукава но это же недавно все было вот она где и мужчина тоже не знаю с бородкой или усы только у него уже вот и все это подписано но это я несколько оставил себе это тоже видите девочки сидят это другая фотография директриса и тут один сидит с бородой это видит какой-то попечитель но уже все без подков все до директрисы то есть никто не молится ответ еще пока это содержалось вот в таком виде под горлышко все застегнуты все не в галстуке ничего этого нету и девочки все ну видно какие платья как они закрыты а вверху украшения ну ладно поехали и теперь мы прочитаем несколько стихотворений как бы поэтов разных считаем мы воспитаны в презрении к воровству и еще к употреблению алкоголя безразличий к иностранному уродству в поклонении ко всесилию контроля вот география а вот органика у них там мафия а у нас пока никак у нас балет у нас заводы и икра у нас прелестные курорты и надои аэрофлот толстой арбузы танкера и в бронзе отлитые разные герои потом позвольте-ка ведь там побоище у них эротика у нас не то еще на миллионы миллиарды киловатт в душе людей поднялись наши настроения и каждый скажем китовой или домкрат дает нам прибыль всесоюзного значения вот цифры выпивших больная психика у них там хиппи же у нас мерси пока да что товарищи молчать про капитал который Марск еще и клеймил в известной книге у них напалм а тут банкет а тут накал и незначительные личные интриги куда идем чему завидуем подчас свобода слова вся пропалхла нафталином я кончил все когда я говорил у нас имел себя ввиду а я завмагазином не надо нам уже всех тех кто хаяли еду к бабушке она в Израиле кто это говорил в счете вставления Владимир Высоцкий 1978 год дальше если бы я написал мое вставление тут бы тысячу критиков а тут никого нету грубое насилие подавление всяческой свободы проще прочитать послание патриарха Тихона в 1918 году чтобы понять куда Россия свалилась и откуда ей при таком отношении к Христу не выбраться никогда дальше на баррикады на баррикады сгоняй из дальних из ближних мест замкни облавкой с груди как стада кто удирает тому арест строжайший отдал приказ народу такой что пикнуть никто не смел все за лопаты все за свободу а кто прется тому расстрел и все и все старуха дитя рабочий что пели интернационал что пели роя а кто не хочет и роет молча того в канал нет революции краснее нашей на фронт или к стенке одно из двух поддай им заду клади им зашей вгоняй поленом мятежный дух на баррикады на баррикады вперед за правду за вольный труд колом веревкой в штыки в приклады не понимают небось поймут небось поймут 1919 Зинаида Гиппиус теперь я эпигр даю Иезекиэль 34.4 слабых не укрепляли и больной овцы не вращивали и пораненной не перевязывали и угнанной не возвращали и потерянной не искали а правили ими с насилием и с жестокостью тянется лесом дороженька пыльная тихо и пусто вокруг родина выплакав слезы обильные спит и во сне как рабыня бессильная ждет неизведанных мук вот задрожали березы плакучие и стрепенулися вдруг тени легли на дорогу сыпучую что-то ползет надвигаются тучи что-то наводит испуг с гордой осанкою с лицами сытыми ноги торчат в стременах серую пыль поднимают копытами и колей оставляют изрытыми все на холеных конях нет им конца заостренными пиками в солнечном свете пестрят воздух наполнили песней и криками и огоньками зверинами дикими черные очи горят прочь не тревожьте поддельным весельем мертвого рабского сна скоро порадует вас новосельем хлебом и солью крестьянским изделием крепче нажать стремена скоро столкнется с зверинами силами дело великой любви скоро покроется поле могилами синие пики обнимутся с вилами и обогрятся в крови Осип Мандельштам Езеки 34 28 они не будут уже добычей для народов и полевые звери не будут пожирать их они будут жить безопасно и никто не будет устрашать их у каждого были причины свои одни ради семьи другие ради корыстных причин звания должности чин но ложно понятая любовь к отечеству к расшибанию лбов во имя его двинуло большинство и тот кто писал мы не рабы в школе на доске не стал переть против судьбы видимо невдалеке и бог усталый древний старик прячущийся в облаках был заменен одним из своих хромовых сапогах хромов хромовых сапогах борис слуцкий слуцкий еремея 9 5 каждый обманывает своего друга и правды не говорят приучили язык свой говорить ложь лукавствует до усталости стих я попал в компанию мелких трусов и в круг их интересов и запросов колебаний вчерашних вкусов и сказал мне мелкий трус философ это было бы наглейше ложью утверждать что зря всего боимся мелкую охваченную дрожью мы двоимся как бы и троимся чтоб казалось больше нас намного чем в природе есть на самом деле и никто бы не подвел итога и боялись нас и не задели Леонид Мартынов Леонид Мартынов ну кто его знает Леонид Мартынов дальше второзаконие 28 и еще объявят надзиратели народу и скажут кто боязлив и малодушен тот пусть идет и возвратится в дом свой дабы он не сделал робкими сердца братьев его как его сердце меж тем как мы в разброд стезей жизни шли на знамя средь толпы наткнулся я ногою я подобрал его лежавший в пыли и с той поры несу возвысив над толпою девиз на знамени дух доблести храни так воин рядовой за честь в набранном поле я счастлив и смущен явился в наши дни знаменоносцем по неволе но подвиг не совершен не выпавший в удел разбредшуюся рать сплоти бы воедино название мне дано поэта гражданина за то что я один про доблесть песни пел что был глашатаем забытых старых истин и силен был лишь тем хотя и стар и слаб что в людях рабский дух мне сильно ненавистен и сам я сильности не раб последние мои уже уходят силы я делал то что мог я больше не могу я остаюсь еще перед родиной пред родиной в долгу но да простит она мне на краю могилы я жду чтобы теперь меня сменил поэт в котором доблести горело бы ярче пламя и принял от меня не знавшее побед но не запятнанное знамя о как живуча в нас и как сильна та ложь что дух достоинства есть будто дух крамольный она наш древний грех и вольный и невольный она народный грех от черни до вельмож там правды нет где есть привычка рабской лести там искалечен ум душа развращена приди я жду тебя певец гражданской чести ты нужен в наши времена жемчужников такие поэты были псалом 19 6 мы возрадуемся спасение твоем и во имя бога нашего поднимем знамя вопрос 3816 и 26 том открытым оком видно ли из поэзии прошлых веков состояние неудовлетворенности в обществе или хотя бы в высшем свете бедные те всегда недовольны ответ бедные ничего не оставили в письменах а то могли бы весьма подивиться что они то более всего и были благодарны богу а вот свет в кавычках так как раз и находился во тьме уныние недовольство они все куда-то рвались посвятить кому-то души прекрасный порыв души прекрасный порыв это пушкинское слово а сами стонали ничего путного не создав и к небу взор поднявши свой они исполнены печали из глубины души больной души измученной взывали у нас на подвиг нету сил исходит сердце наше кровью неравный бой нас истомил взгляни взгляни на нас с любовью с глаголом мира на устах мы шли навстречу наших братьев откуда ж их внезапный страх откуда этот вопль проклятий услышав нашу речь они мечи хватали и каменья и судям в диком озлоблении кричали бешено распни ужель враждую злобу мы в сердцах людей воспламенили лишь тем что больше зла и тьмы добро и свет мы возлюбили что призывали богачей и сильных мира и свободных не гнатья трапезы своей нагих и сирых и голодных и вот отвержены людьми изнемогли мы в долгой битве о божьей истины вонми гонимых чад твоих молитве сердца озлобленных смягчи открой слепым и спящим очи и пусть хоть бледные лучи блеснут в глубоком мраке ночи 1861 А.Н. Плещеев Недавно воровать Ермолке запретили до кражи никакой с него не возвратили Ермолка мой спокойно спит на что ему обед уже Ермолка сыт Ермолка мой за плутни не повешен и сверх того Ермолка и не грешен покаялся пред богом он а денег у себя имеет миллион и златорун и стал ягненок он из волка о небо кто же вор когда не вор Ермолка и можно ли истину на свете утвердить коль можешь ты Ермолку пощадить 1770 год А.П. Сумароков Ермолка маленькая шапочка танзура у евреев в виде одной половинки от боббюстгальтера а боббюстгальтер это пояснение дается Ермолка вот так вот кто виноват кто ограбил страну кто растащил кто революцию устроил Ермолка Сумароков это 1760 это уже Кламоносова надо сдвигать Левитам 19.13 не обижай ближнего твоего и не грабительствуй плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра Исайя 33.1 горе тебе опустошитель который не был опустошаем и грабитель которого не грабили когда кончишь опустошение будешь опустошен и ты когда прекратишь грабительство разграбят и тебя Дальше почтим приветом остров одинокий где часто в думу погружен на берегу о Франции далекой воспоминал Наполеон сын моря средь морей твоя могила вот мщение за муки стольких дней порочная страна не заслужила чтобы великий жизнь окончил в ней изгнанник мрачный жертва вероломства и рокоприхоти слепой погиб как жил без предков и потомства хоть побежденный но герой родился он игрой судьбы случайной и пролетел как буря мимо нас он миру чужд был все в нем было тайной день возвышения и падения час Лермонтов 1831 Исаия 14 такое стихотворение о Наполеоне у Лермонтова спроси еще знает ну на смерть уж поэта там еще есть ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь как не стало мучителя пересеклось грабительство второзаконие 17.17 и чтобы не умножал себе жен дабы не развратилось сердце его и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно вот евреи это ну все эти березовские бабрамовичи ну куда хватает 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 и конца крайнет чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно и сколько же он меняет и ничего не меняется стих евреи хлеба не сеют евреи в лавках торгуют евреи раньше лысеют евреи больше воруют евреи люди лихие они солдаты плохие иван воюет в окопе а брам торгует в рабкопе я все это слышал с детства скоро совсем постарею но все никуда не деться от крика евреи евреи не торговавши не торговавши ни разу не воровавши ни разу ношу себе как заразу проклятую эту расу пуля меня миновала чтоб говорили не лживо евреев не убивала все воротились живы слудский борис второзаконие 28 37 и будешь ужасом притчей и посмешищем у всех народов которым отведет тебя господь 1 царств 16 14 16 а у саула отступил дух господин и возмущал его злой дух от господа 1 царств 16 15 и сказали слугей саулова ему вот злой дух от бога возмущает тебя пусть господин наш прикажет слугам твоим который пред тобой поискать человека искусного в игре на гуслях и когда придет на тебя злой дух от бога то он играя рукой своей будет успокаивать тебя о царь скорби душа моя томится и тоскует я буду петь пусть песнь моя твою печаль врачует пусть звуков арфы золотой святое песнопение утешит дух унылый твой и облегчит мучение их человек создать не мог не от себя пою я те песни мне внушает бог не петь их не могу я о царь незвучный лязг мечей ни юных дев лапзанье не заглуша тоски твоей и жгучего страдания но лишь души твоей больной святая песнь коснется мгновенно скорбь от песни той слезами и зальется и вспрянет дух унылый твой о царь и торжествуя у ног твоих властитель мой пусть за тебя умру я 1881 Татой близ Афин Татой место это Кэр Константин Тараманов один из них писал стихи вот две буквы ставил только Исайя 3013 еще раз повторю что я бы ничего этого не смог найти это 20 тысяч пайлов 20 тысяч стихотворений которыми вот я тут разбазарился благодаря Евгению Евтушенко Исайя 3013 то беззаконие это будет для вас как угрожающее падением трещина обнаруживавшаяся в высокой стене которая разрушение настанет внезапно в одном мгновении не в первый раз кричит петух кричит он живо бодро смело уж месяц над небе потух струя в Босфоре заолела еще молчат колокола а уж восток заря румянет ночь бесконечная прошла и скоро светлый день настанет вставай же Русь уж близок час вставай христовой службы ради уж не пора перекрестясь ударить в колоколь в царьграде раздайся благовестный звон и весь восток им огласися тебя зовет и будет он вставай мужайся ополчися в доспехи веры грудь их нет мера и когда он строит стену они обмазывают ее грязью скажи обмазывающему стену грязью что она упадет пойдет проливную дождь и вы в каменной градины пойдете и бурный ветер разорвет ее и разрушит стену которую вы обмазывали грязью и повергнут ее на землю и откроет с основания ее и падет и вы вместе с ней погибнете и узнаете что я господь и истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью и скажу вам нет стены и нет обмазывавших ее так идем еще время есть у нас это все мы по вере берем по вере беру беру вопросы со своего сайта вопрос 3375 20 том открытым окон где-то читал про православного священника который жил с прокаженным и потом сам заразился кто он и причислен ли к лику святых ответ похоже что это был католический миссионер может быть газета или журнал помощника покровитель страница 228 кавычки открытые какие вопросы интересно задают кавычки открытые бельгийский миссионер священник Дамиан Вейстер 10 лет проповедуя Евангелие на Сандвичевых островах с 1863 по 1873 год до глубины души тронут был положение пораженных проказуя которых очень много на этих островах и которых правительство выселяет на особо назначенный для них уединенный остров Малакай в 1873 в 1873 33 лет от роду в полном расцвете сил отец Дамиан решился поселиться на острове Малакай с тем чтобы посвятить свою жизнь этим брошенным страдальцам прокаженным не только физически но и нравственно отчаяние гнетущая тоска и разврат вот что встретил на острове отец Дамиан где было до тысячи прокаженных в неделе их умирало от 10 до 12 человек но в замен умерших являлись новые и так и убыли убыли ну какой убыли убыли и убыли не было заметно прокаженные приготовляли водку из туземного растения ки и подавленные отчаяния пили это зелье без меры чтобы забыться в опьянении последствием была страшная распущенность особенно поражающая омерзительная среди этих обезображенных разлагающихся живых трупов но отец Дамиан не отшатнулся от этой бездны порока он кротко словом любви и увещания обратился к этим озверевшим людям и в короткое время переродил их ки исчезло его заменили молитвой и труд отец Дамиан стал неразлучен со своей паствой давая им пример во всем меняя топор на лопату лопату на кирку устраивал он опрятные удобные жилища изыскивал колодцы строил церкви страшную болезнь разумеется нельзя было излечить но попечениями и мероприятиями отца Дамиана разъедающая сила болезни была приостановлена самые же страдания значительно уменьшены отец Дамиан сумел утешить страждущих возбудить в них веру наполнив души их надеждой на иную лучшую жизнь их там где нет ни болезни ни печали ни воздыхания за время своего служения на острове отец Дамиан обратил к христианской вере и напутствовал при кончении более двух тысяч прокаженных великая сила любви принесла свой плод ни один из прокаженных говорил что если исцеление связано с уходом с острова и разлукой с отцом Дамианом то он не хочет исцеления что касается отца Дамиана то никакие земные побуждения не могли бы разлучить его с прокаженными меня жалеет говорил он что я счастливейший из миссионеров а я счастливейший из миссионеров мягкой рукой дотрагивался он до ран телесных и душевных был пастырем судьей школьным учителем плотником садовником и могильщиком 13 лет проказа не касалось отца Дамиана и при непосредственном и постоянном общении его с прокаженными все приписывали это чуду через 13 лет в 1885 году отец Дамьян впервые почувствовал в себе признаки заразы и остался совершенно спокоен кавычки открыты я всегда ожидал этого проговорил он я сам заражен этой страшной болезнью пишет он микробы поселились в левой ноге а также в ухе одна из бровей исчезла вскоре я буду обезображен с тех пор как я не сомневаюсь в своей болезни я испытываю особенное спокойствие чувствую себя счастливее чем когда либо и предаю себя воле божией богу лучше известно что нужно для моего спасения бог любит нас больше чем мы умеем любить себя и глубоко в том убежденный произношу да будет воля твоя я счастлив говорит он в другом письме доволен и спокоен в том несколько исключительном положении в которое проведение угодно было поставить меня кавычки закрыто через год уже в жестоких страданиях измученный проказ он пишет слава богу до сих пор руки целы и я ежедневно служу обедню и это для меня величайшее утешение так как у меня много работы то время проходит скоро и радость которую бог наполняет мою душу делает меня счастливым вероятно господь для своих благих целей и для пользы души моей послал мне эту болезнь кавычки закрыто в марте 1889 года за несколько дней до кончины среди невероятных мучений он пишет посещавшему его художнику Клиффорду кавычки открыты шлю искреннюю память дорогому другу тихо восхожу по крестному пути и вскоре достигну своей голгофы кавычки закрыты его соборует и он радостно восклицает как благ господь я дожил до того что оставляю здесь после себя двух священников и трех сестер в больнице мне осталось сказать ныне отпущаешь раба твоего владыка по глаголу твоему с миром дело прокаженных обеспечено я более не смущен я могу отойти 15 апреля 1889 года его не стало числа 5-2 повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных Лука 17-12 и когда входил он в одно селение встретили его 10 прокаженных человек прокаженных которые остановились вдали Иоанна 15-13 нет больше той любви как если кто положит душу свою за друзей своих Матфея 25-36 был наг и вы одели меня был болен и вы посетили меня в темнице был и вы пришли ко мне похоже что католик был я так точно не знаю вот это данные это большие что пользы в новеньком таком карандаше когда его ножом не заострить что пользы даже и в самой душе пока не живет из подмогильных плит в делах житейских мы острее ножа кончаем институты лезем выше без библии безграмотно мертва душа и стонет смертно а ее не слышим при искренне с собой заговорю припомнив детство юность на распашку как на душу враг выделывает трюк в необозримом прошлом станет страшно что пользы ежели сегодня же умру ненужным скверным тайно обложился перетрясешь когда дела делишки вдруг не извергнешь идола себя тогда с безбожницы что пользы в детях и в игривых внуках когда они не ведают о боге и ни минутки даже в целых сутках не думают о вечности стрекочут как сороки что пользы в пальцах в языке в глазах когда они не дружатся с писанием но ищут сладкое вкусное лизать кошачья жизнь украинки где сметана нет ничего полезнее чем пролезти цепляясь лапками в чертоги у царя охаживать ступе событиями пестик мы осознаем позже что с нами то не зря полезное всего смирению научиться принять христа спасителем и делом показать бог иегова любит происшедшим чистит дабы плодоносила душа лоза у мудрых мыслей не кривые гвозди скрепляет образуя целый дом сегодня же раскайся иначе будет поздно потерянных овец искать с христом пойдем вот так вот сегодня закончились события дня ну и что еще сказать теперь Никита у меня лечиться начинает потом поедет если бог даст тоже вот об этом и говорим признали что там гайморит кажется гнойный двусторонний и поэтому людей как бывает сейчас прочитал газета медицинская тут пришла и где много денег берут там врачи это значит раз дорого значит там качественно она говорит наоборот наоборот юноша там летом 16 упал в обморок неизвестно чего пошли исследовали везде деньги мать платит деньги то есть большие это определили искривлен позвоночник ну там назначили что не помогает пошли в другое место оказалось в носу у него перегородка и там где-то удар был такой ну что-то делать надо ну что тоже в богатую клинику а там оказалось нарост у него нарост и нарост этот стали сдал каким-то долотом а там написано это очень трудная тяжелая операция а здесь так и не запросто и треснуло вот это передняя часть черепа треснула даже не знаю не слыхал такого ну и что и умер умер а с кого еще обзыскать-то не знаю большие деньги платили вот тебе и деньги ну а как лучше ну лучше конечно не болеть ну от нас это не зависит болеть не болеть все на этом мы уходим благодарим кто с нами был во славу божию с богом кто был у нас ну-ка откликнитесь спасибо ничего